Всем привет дорогие друзья, с вами канал Дидол и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ребята, всем привет, у нас сегодня очередная пвпшечка. Да, мы играем за команды, которые вы предлагаете нам в комментариях и первый состав. Так, и команда, которую нам порекомендовал, один из наших подписчиков, любимых. Так, Тигриный Коготь и Лео. Тигриный Коготь, где наш Тигриный Коготь? Тигра, тигра, тигра. Так, вот наш Тигриный Коготь и Лео, а Лео... Мультик, мультик, наверняка. Хорошо, давай из мультика возьмем. В бой, в бой, дорогие друзья, посмотрим, кто будет нашим противником. Ну слушай, тут у нас костяк команды, конечно, это Лео, на нем мы будем концентрировать внимание, все. Да, Тигриный Коготь у нас слабоват. Против нас Баксер Стокман, Джастин Крипп, Антон Зэк и... Астрозубчик. Астрозубчик, вот с него и начнем. Первого выносим, 2,807, неплохо. И Тигриный Коготь его добьет. Добивай. Астрозубом? А, слушай, смотри, не справился. А, нет, он слабый, так, он тоже 53 уровня, а он 55. Да, меткость понизили еще и у Тигриного Коготья, я думаю, его первого сегодня и разложат. Тигриный Коготь надстал на колено. Джастин, Джастин, Джастин атакует по Тигриному Коготью, Крипп. Тоже по Тигриному Коготью. Все по нему, вот все. Я заметил, что противник всегда атакует по самому слабому. Знаешь, вот он понимает, что нужно его вынести сначала. Ну, потому что у него есть, наверняка, возможность выносить его. Так, Антон Зек массово-атаку применил, и теперь наша очередь. Давай вынесем, пожалуй, Джастина. Добава. С одного удара? Да. Да, с одного удара крадем Джастином. И продолжаем дальше. Крип, Крипп, вынижает скорость атаки. Вот это, конечно, не круто. Да, лево у нас тоже на колене. Мы встали на колено, но это не значит, что мы потеряли силы и уверенность в нашей победе. Конечно. Крипп придется атаковать, кроме него больше некого, так как он спровоцировал. И периодический урон будет по нему наноситься. Хорошо, Лео. Лео можно подлечить. Давай подлечь, давай вылечим нашего Тигриного Коготья. Я думаю, он нам еще пригодится. Отлично, вылечили его, но тем не менее бафы все остались. Да, бафы, к сожалению, остаются. Он хил не снимает баф. Маузеры нас атакуют. Что лечили, что не лечили. Но тем не менее, сейчас бы вообще было на издыхании. Это точно. Выстрела. 1169. Да, вот эта анимация у Тигриного Коготья очень симпатичная, очень привлекательная. Все, минус Крипп. Выносим Крипа. 2 на 2, 2 на 2. Антона Зека. Пол хпшки уже сняли. Чуть-чуть осталось. И еще немножко. Ну ладно. А вот сейчас добьем. Да? Добиваем. Да. Хорошо. Осталось только вынести, вынеси Бакстер и Стоку нам. И мощную, мощнейшую атаку. Лео. Есть. Победа, ребята. Шикарно. Шикарная победа. Шикарная команда, ребята. Спасибо, что советуете. Пишите в комментариях команды. Мы будем обязательно за них играть по мере возможностей и в порядке очереди. Да. Колесо мастера крутим-вертим-крутим. И получаем мы сырный телефон. Сырный телефончик. Съедобный, надеюсь. Надеюсь, да. Следующая команда. Так, следующая у нас команда. Стиранка. Давай возьмем Стиранка. Антон Зек. Да. Бибоп. Ага. И Рокстеди. Бибоп и Рок... Так, тихо. Где Рокстеди? А кто он? Вот он, Рокстеди. Продолжаем. Поиск противника. Кто будет против нас? Эйприл, Железная Голова, Макман, Бибоп и Кирби Мэш. Ну, что-то все слабенькие какие-то. Да, не всего лишь 39-го левела, максимально 50-го Железной Головы. Я думаю, вот без шансов. Конечно. Эйприл уже много кокапочки мы ее снесли. И уже ее нет. Антон Зек уже ее добил. Осталось только четверо. Так, мы сейчас вынесем Кирби Мэш, потому что это хилер. А нам абсолютно не нужен у противника хилер. Легко. Повышать, получается, им жизнь. Да? Восстанавливать. Восстанавливать. Так, ну что ж, Железная Голова, Железная Голова будет понизить скорость атаку. Понизила скорость атаку у двух наших героев, у Бибопа и у Антона Зека. Но двойная атака. Сейчас будет двойная атака. Бибопа раз. Два. И добиваем. И мы его сложили. Массовая атака он тот, кстати, применяет. И... Все, минус 2. У нас остался только Бибопа. Бибопа мы сейчас добьем, ребята. Так. Двойная атака. И... О! 4 секунды. Он сильно-то получил от нашего носорога. Ошеломительная победа, ребята. Спасибо вам за команду. Просто мощнейшая. Шикарная команда. Так, мы поднимаемся на 91-е место. 91-е место. Это круто. Колесо мастера. Крутим-вертим-крутим. И получаем пилицу и мутагенчик. В бой. Следующая команда. Так, следующая наша команда. Леофильм и Леомульт. У нас такой... А ух ты. Союз Лео получил. Тандем. Тандемчик. В поиск противника кто будет против двух мощнейших героев? И у нас они оба 76-го левела. Антон Стиран... Ой... Стиранка. Стиранка. Иван Стиранка, Хан будет, Ксевер, Мотогеноид и Магман. Ну что ж, давайте-ка первого Ксевера и вынесем. Пилисты. 4-4-4-2. Мне интересно, каждый раз ли будет с одного удара? Да, будет с одного удара, 100%. Так, их осталось уже трое. Мотогеноид будет атаковать. Массовую атаку применяют. Но пока что все легко, все просто. Массовая атака от Стиранка. Ух ты ж, ты какой, а? Ну, не наносит нам практически... В общем, никакого. Один урон нанес Магман. Лев еще и подлечился. Да, подлечился, красавчик. Короче... И еще раз. А, нет. Да, уже с одного удара мы не смогли его выпустить. Оп, но добили. Так, Мотогеноид. Получил свою дозу урона. И... Добивали. Вот так вот. Да. Осталось только добить Магмана. У Магмана, смотри, уже баф есть на повышение защиты и баф на повышение атаки. Так. Ну что, ах, не нанесли урона, но сейчас его добьем. Да, Лео из фильма спокойно его добивает. Шикарно, ребята. Ну, отличная команда. Вот когда две черепашки, это уже вот нормально, мне кажется. Да, это уже можно вот прям в легкую идти на любого противника. Согласен. В принципе, да. И он победит. В принципе, да. Дони Мульт, если еще использовать его щит и массовую атаку, то возможно, ну прям моментально это случится. Да. Так, ну что ж, Джастин, по Джастину или по Лео? Давайте Лео первого вынесем. Да, в ночь, Лео. Ту-у-у, прям прилетело, так прилетело. Массовую атаку используем железной головой. Ух ты, как хорошо. Тоже все хорошо какое. Слушай, ну прям очень сильно прям на нет урона. Нейтрализатор против нас массовую атаку применил. Джастин. Ромой Хереса. Так, еще одна массовая атака в исполнении. Бахтера Стокмана и Железная голова тоже у противника атаковала. Ну, вроде все неплохо, да? Да, совершенно неплохо. Мне кажется, по одному удару ебать. Да, по одному удару мы их спокойно добьем. Нейтрализатор. Массовую атаку у Железной головы. Так. 1870 урона у Джастина. По Джастина, вернее, и Бахтер Стокман. Маузер и маленький прибежок. Маузер и маленький, да. И мы... Нет, смотри, не добил. Железная голова не смогла добить. Ну, лево у нас. Лево. Ой, не лево. Какой лево? Думай, думай. Думай, да что ж такое. Да что ж такое? Не запутались, а? Нейтрализатор. 1502 урон по нему. Мы нанесли. Выстрел. И его осталось совершенно немного. Совсем чуть-чуть. Мы побеждаем, ребята. Вот такая вот отличная команда. Я же говорю, тут нам железная голова даже так в нагрузку-то и не пошел сильную. Да, но поддержал, поддержал все равно. Так, 89 место мы занимаем, колесо мастера крутим-крутим и получаем ресурсы. О, ресурсы, отличная карточка. Кстати, жалко ее нету. А, ну чем она отличается от обычной тайной? Так, дорогие друзья, я предлагаю в этот раз под концовку использовать нашу команду. И это будет Раф из мультика. Один наш Раф. Да, вот она наша команда. Наш главный герой, наш супер-супер простой персонаж. Ребята, это команда Дитол. Да. Ну это действительно, это наш фаворит и все ему, все ему. Хотя я зря сейчас использовал эту способность. Зачем провоцировать, когда и так все будет таковать только тебе? Я уже по привычке. Ну это, скажем так, фора. Фора для нашего противника. Так, уже неплохо. Но зато мы повысили себе крит. Кирпин, хоть и лечится, но это только временный эффект. Маленький маузер прибежал к нам. Да. И ответочка. Да, у нас же Раф имеет контратаку. Да, контратаку и вот так вот нейтрализатор с контратакой уже мы сложили. Сейчас мы еще повысим себе атаку и будет дамаг намного сильнее. Намного сильнее. Смотрим. Я думаю, бим по с одного раза. Да. Смотрим. Ба! Действительно. С одного раза. Лео. Лео лечится. Ну что ему остается делать? Он пытается спасти. Спасти. Свою канонку спасти, да. Кирби-мыш промахнулся. Атакует, промахивается Лео. А, Кирби-мыш уходит. Все, осталось только Баксер-Сокман и Лео. Ну вот Баксер-Сокман, смотри, с одного раза мы не вынесли. Все, черепаха против черепахи. Это прям дуэль. И выносим с первого раза. Да. 4,558 критом было. И это то, что нам нужно. Шикарно, ребята. Вот такая вот маленькая бонусная победка у нас в конце. А что же я вам могу сказать? Спасибо, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои команды в комментариях. И мы обязательно их покажем. Всем спасибо за просмотр. И до встречи. Пока. Пока.